Приветствую всех из леса. Через 28 лет. Погода стояла сухая. Грибов не очень много, потому что шел за волнушками. Волнушки сухие. Я пришел проверять эту ловушку. Сейчас пойду в места, где растут волнушки. Посмотрим, может там есть. Их сухие, но вот такие экземплиры попадаются. Но я их не хотел собирать. Хотел чисто волнушек набрать, но в этот раз мне не особо повезло. Пойду к ручью, там обычно их много. Надеюсь, я хотя бы короб свой соберу. Погода жаркая стоит, несмотря на то, что конец августа, последние выходные лета. По ловушке у меня вороны опять попались. Я пересмотрю, может там лисицы будут. Ветер у меня на ловушке стоял. Водоле, там дерево высоко было. Дерево от ветра постоянно шевелилось. И, соответственно, снимает пустые кадры. Сейчас я ее перевесил. Посмотрим, что получится из этого. Следующие выходные. Надеюсь, перейти. И там, что у них будет интересное. Не только вороны. Такие вот грибы. А то как-то вороны, лисы. Это уже неинтересно. Это обыденность. О, там еще грибы. Не, грибов-то на самом деле много таких. Парсинеков. И, в принципе, они нормальные, плотные. Не сухие, не червивые. Как многие пугали, говорят, все, грибов нет. Грибы-то есть. Только они мне особо-то не нужны. Но собираю, посушу. Родителям отдам. Но только папоротник у нас в лесу встречается. Места, бывает, отдыха очень много, как здесь. Здесь поменьше. Такое ощущение подальше не Мурманский. Есть какой-то другой, какой-то южный. Кстати, он в столовушке, я говорил, попались вороны. И в прошлый раз, и в этот раз, я обычно прикормку даю. Пролетел ворон, посмотрел, поклевал и начал звать. Просто начал каркать. У меня, к сожалению, эта ловушка звук не записывает. Писывает какой-то шорох. Стал звать и пролетел другой ворон. Или ворон, или ворон, как ворониха, не знаю. Какие у них взаимоотношения. Удивительно. Зовет покушать. Просто в прошлый раз самое было. Пролетел, плюнул и стал звать. Пролетел второй. Или вторая, я не знаю. Так, рябина интересная есть в этом году? Надо еще рябину пособирать будет. Если она есть. Вот я просто вижу рябиновое дерево, но там просто, наверное, маленькое. К сожалению, в городе-то полно. В городе собирать не будешь, и у нее получается очень вкусное рябиновое, очень вкусное варенье получается. Не хочу автологию рябины, рябиновое варенье. Так, знаете, маленькие, но все равно пустые. У тебя бывает и на таких и на маленьких много ягод. Ну, ягоды бывают. Пойду я туда к ручью, там как раз растут рябины и должны быть волнушки. Вот, в ударе туда иду. На юг. Я шел сейчас на запад, теперь поверну. Я уже параллень, у меня сегодня мало времени. Надо на 14.30 уже быть на сновке, ехать домой. К сожалению, это не получится. У меня еще три часа запросим. Я еще пробегусь. Красота. Это чтоб я ни разу не был. Ну, в принципе, не надо. И на той. Хотя параллень. Мне нравится там склон. Смотри, сверху, вниз. Красиво сегодня. И тепло. Ну, то, что мне не особо нравится. Жара я. Какие-нибудь божевые. Это озеро здесь, да? А вот по лесу кататься. Ходит тяжело. Сейчас я пойду вниз на фронт той сопки. Зайду немножко. Там много раньше волнушек было. А в северный склон довольно мокро. Там должны они быть. Потому что там. Вот. В этом месте спел. Вот тут лепим. А я смотрю, лепинки на них пусто у всех. К сожалению. Да, в этом году. У меня совершенно лепин осталось. Но потом можно делать. Будет. Весь с яблоками. Так они все пустые. Почему так? Несправедливости. В городе полно. В городе я же не будешь собирать. Спускаюсь вниз. Там, кстати, хорошее было. Было барошково поляно с большими крупными ягодами. Вообще, такая отличная просто. В этом году я собрал барошки. Порядка двадцати пяти литров, оказывается. Я посмотрел. Размер ведерок. Ведерки, оказывается, трехлитровые. Так что, отлично. Ягоды у нас хватит. И семнадцать литров чернити уже собрал. Но это не предел. Я бы пособирал, но мне сейчас служба. Надо идти. Обязательно будет. Вот я перейду через ручей там. И немножко вверх поднимаюсь. И буду в сторону дома идти собирать грибы. Там отличные места. Именно для волнушковых места. Основные грибы мне сейчас не нужны. Так, собрал полпакетик. Ну, только для сушки. Грибной суп я, может быть, с лишних уходных скажу. Для супа наберу. Не один ребенок любит. Да и сам я не против. О, сушеная волнушка. Или что там, непонятно, слишком высохла. Вот она рябина. Пустые. Не знал, что у нас есть такие грибы. Мы их почему-то в детстве называли шампиньоными. Может они так называются? Короче, вот они когда поспевают. Если на них наступить, то идет такой вот пыль. Маленький вот. Не знал, что у нас такие. Бывает, но они у нас не растут. Смотрите, какое возле. Такое небольшое чистое зеркло. Тут брали воду. Там вот на горе побочники ставили. И время войны там юбаня была, постройки. И они сюда спускались за водой. Летом, естественно, зимой-то. И так, наверное, снег топили. Такое историческое место боевые действия. Кстати, интересно. Здесь же на дне озера наверняка что-то есть такое. Со времен войны. Надо магнитудочку купить, как называется. Торсмагнит накидаешь, втаскиваешь. Было бы довольно интересно подоставать.